Почему стоит покупать у Video-Shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше! Всем привет! С вами Video-Shopper.ru! Сегодня мы тестируем Nokia C203. Линейка Touch&Type, к которой она относится, довольно интересна. Не часто встретишь совмещение сенсорного экрана и обычной клавиатуры. Ну а сегодняшняя модель необычна вдвойне. В комплекте зарядное устройство, проводная стереогарнитура и карта памяти объемом 2 ГБ. На этот раз сенсорный дисплей достался слайдеру. Вдобавок, это первая раздвижная модель от Nokia с двумя симками. Есть о чем поговорить. Телефон довольно крупный, к тому же ему не мешает скинуть пару десятков грамм в области талии. С другой стороны, слайдер упростительно. К тому же, в руке лежит просто отлично. Материал корпуса пластик. Металл только на задней стороне верхней половинки. В нашем случае, пластик молочно-белый. Есть и черная версия. В любом случае, он матовый. Отпечатки пальцев незаметны. А вот нижняя вставка под хром довольно маркая. Вдобавок, есть опасения, что со временем она будет царапаться. Пока все выглядит довольно симпатично. Да и сборка на уровне, что в закрытом, что в открытом состоянии. Половинки разъезжаются легко. Есть автодоводка. Не волнуйтесь, случайных раскрытий быть не должно. Несмотря на резистивный экран, нажатия отрабатываются хорошо. Есть виброотдача. Диагональ 2,6 дюйма. Разрешение 240 на 320 пикселей. Хорошая яркость, неплохие углы обзора. Под экраном клавиши приема и отбоя вызова. Последняя совмещена с кнопкой включения. Цифровой блок состоит из 12 кнопок. Они небольшие, к тому же глянцевые. Привыкнуть можно за пару дней. На верхнем торце стандартный выход для наушников, микро-USB и тонкий разъем зарядки. От USB телефон не заряжается. На левом ребре отсек одной из сим-карт. При ее замене телефон можно не выключать. Напротив качелька громкости и ползунок блокировки. Заблокировать можно и с экрана, но так проще и удобнее. Сзади расположены решетка динамика и объектив встроенной камеры. Качество фотографии обычное, хотя свои 2 мегапикселя камера отрабатывает честно. Под крышкой аккумулятор емкостью 1020 мАч. Хватит на 3-4 дня. Для устройства с сенсорным экраном совсем неплохо. Под батарейкой слоты для симки и карты памяти. C203 работает на платформе S46 издания. По сравнению с обычными телефонами увеличен размер надписей и кнопок. При желании можно свести использование сенсора к минимуму. Например, путешествовать по меню с клавиатуры. Но будет не слишком удобно. Так что лучше оставить на ее долю набор цифр и букв. Среди установленных приложений довольно удобный плеер, радио, фотоальбом с простеньким редактором картинок. Есть календарь и будильник. Последний почему-то только один. Секундомер. Простое, но в то же время неплохое приложение для общения в социальных сетях. Разумеется, не обошлось и без калькулятора. Для работы с файлами и папками предусмотрен файловый менеджер. Есть даже навигация. В отсутствии GPS она работает по базовым станциям. Не самый точный вариант, но понять, где вы находитесь, можно. Есть Bluetooth с поддержкой беспроводных наушников. Только в нашем магазине video-shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней Nokia C203 вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию. Без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Модель получилась необычной. Слайдер с двумя симками, сенсорным экраном, да еще и механической клавиатурой. Хорошо собран и долго работает. За свои деньги вполне достойный вариант. Если вы еще не определились с выбором, посмотрите другие видео-обзоры. Удачи! Стоит покупать у видео-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как «Звездной» и «Евросеть». Мы меньше, поэтому стараемся больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...